Лиственные кустарники обширнейшая группа декоративных растений, которые создадут прекрасные декоративные условия в каждом саду. Относясь к цветковым растениям, они формируют красивые цветы и плоды, которые являются зачастую хорошим кормом для полезных животных, птиц, насекомых и так далее. Лиственные кустарники делятся на крупные группы. Благодаря усилиям современных селекционеров можно подобрать такие сорта лиственных кустарников, которые украсит ваш сад с весны до поздней осени. Одной из наиболее важных групп лиственных кустарников являются те, которые пригодны для создания живых изгородей. Многим хочется отгородить свой сад от внешнего пространства, сделать его более личным. Для этой цели лиственные кустарники подходят очень хорошо. Отличная изгородь получается из таких кустарников, как барбарисы, берючина, многие виды деренов и так далее. Высаживая их в однорядные, двухрядные и даже трехрядные изгороди, а также комбинируя различные сорта, можно получить оригинальные, присущие только вашему участку изгороди. Если вы хотите получить изгородь без хлопот, в этом случае посадите те виды, которые не требуют стрижки. Они не растут высокие, довольно компактные и также могут использоваться для индивидуальных посадок с целью создания небольшого акцента или цветного пятна. Для такой цели наилучшим образом подходят кустарники наподобие лопчатки. Эта лопчатка создаст не только зеленое красивое пятно на вашем участке, но также и будет очень долго цвести с весны до осени. Расцветки можно подобрать самые разнообразные. Желтые, белые, розовые, такие, какие душа пожелает и какие лучшим образом подойдут для вашей композиции. Высадив лопчатку в изгородь и не подстригая ее, можно получить хоть и нерегулярной формы, однако очень естественную и очень декоративную изгородь, особенно если скомбинировать различные окраски цветов. Многие из лиственных кустарников отличаются чрезвычайно пышным цветением. Даже если не брать во внимание розу, королеву лиственных кустарников, можно подобрать такие, которые будут цвести очень-очень долго. К одним из лиственных кустарников, которые радуют нас длительное время, относятся различные виды гортензии. С белыми, розовыми, синими, сиреневыми шапками цветов различной формы, более крупные и более мелкие. Они украсят различные уголки нашего сада. Лиственные кустарники отличаются большим разнообразием и очень большой пластичностью. Гортензию можно посадить в более тенистое и более увлажненное место. Форзиция будет свести рано весной и хорошо выдерживает яркое солнечное местоположение. Для гибискуса подберите самое теплое, солнечное и защищенное от ветров место. Многие цветущие кустарники также могут высаживаться как в изгороде, так и для одиночных посадок. Из лиственных кустарников замечательно собирать компаньоны, которые будут дополнять друг друга. Форзицию очень хорошо скомбинировать с вейгелой, например. А различные виды барбариса, которые будут замечательно цвести в весеннее время небольшими кисточками золотистых цветков, очень хорошо скомбинировать с сиренью или другими более пышными видами. Многие из лиственных кустарников отличаются как декоративностью листьев, так и пышностью цветения. К таким видам относится огромное разнообразие сортов вейгелы. Среди вейгелы можно найти крупнорослые экземпляры и карлики с пестрыми, фиолетовыми, сиреневыми, переливающимися окраской листвой. Комбинируя различные сорта вейгелы, можно создать настоящее красивое полотно из различной фактуры листьев, кустов, ветвей и цветков. Вейгела с белыми цветками создаст яркое пышное пятно в вашем саду. Вейгела с темно-бордовыми цветами поражает шикарностью и обилием своего цветения. Комбинируя их вместе, вы получите невероятный декоративный эффект. Кроме того, вейгела прекрасно высаживается в изгороди. Высокие сорта для изгородей, которые предназначены для того, чтобы скрыть вас от соседей и посторонних глаз. Более низкие сорта подойдут для изгородей, чтобы разделить ваш участок на функциональные зоны. Каждый может подобрать в вейгелах тот сорт, который ему подходит наилучшим образом. Не надо думать, что только хвойные растения способны сохранять декоративный вид в зимнее время. Среди лиственных кустарников также имеются вечно зеленые формы. Бересклет форчуна или вот, например, рододендрон, который у меня в руках, сохраняют свою декоративность также и в зимнее время. Многие из лиственных кустарников, особенно вечно зеленых, в суровых зимних условиях, конечно, требуют защиты и укрытия. Однако в более южных регионах они будут украшать ваш сад в течение всего года. Такие кустарники, как пиерис, рододендроны, другие растения семейства вересковых требуют особых условий содержания. Они требуют более кислой почвы, более тенистого местоположения. Хорошими компаньонами для них являются хвойные растения. Ухаживая за этими растениями, нельзя забывать, что они очень любят полив кислыми растворами. При правильном содержании этих растений вы добьетесь невероятно красивого декоративного эффекта. Стоит лишь попробовать, и они завоюют ваше сердце. При заказе саженцев для покупки через интернет-магазин необходимо помнить, что ресурсы почтовой рассылки довольно ограничены. И чем моложе растение, тем лучше оно переносит суровые условия транспортировки. Поэтому, заказывая лиственные кустарники, необходимо помнить, что они к вам придут вот такого небольшого размера. Размер P9 горшочка позволяет высылать лишь молодые растения 1-2 летнего возраста. Растения в C2 горшочке могут прийти к вам более рослыми. Однако, надо помнить, что такие растения требуют сразу же посадки после получения и минимального дальнейшего их содержания в условиях вашей квартиры. Чем моложе растение, тем лучше оно приживается. Как все молодое, адаптируется гораздо легче. Не расстраивайтесь, что растения в почтовой рассылке приходят к вам небольшого размера. При адекватном уходе они быстро набирают рост и достигают того размера, который характерен для сорта. Поэтому, почтовая рассылка вот таких растений является прекрасным способом для получения широкого ассортимента лиственных кустарников через заказ, не выходя из дома. Заказывайте эти растения. Не бойтесь, они украсят ваш сад. Они сделают ваш сад пышным, красивым и очень функциональным. Продолжение следует...